Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Сегодня покажу, как я готовлю начинки для пирожков, пирогов, лепешек, рулетов и другой выпечки. Начинки из капусты, из картофеля, творожные, мясные, рыбные, грибные, ну и сладкие, конечно. И еще поделюсь своим любимым рецептом лепешек, которые почему-то именно осенью мы готовим практически каждые выходные. Если интересно, оставайтесь со мной. Сразу начну с рецепта лепешек. Честно скажу, вкуснее я не ела. Всем рекомендую попробовать. Основа здесь, мое любимое быстрое дрожжевое тесто. Начинка из двух видов сыра с интересными добавочками, которые здесь очень к месту. Но главный секрет незабываемого вкуса в том, что эти лепешки готовятся на гриле. Тесто можно приготовить заранее. Также заранее я смешиваю оливковое масло с прованскими травами и оставляю хотя бы минут на 20. Начинку я готовлю из двух видов сыра. Очень люблю в начинках адыгейский сыр. Добавляю к нему твердый сыр. Натираю его на мелкой терке. Сюда же немного зелени. У меня укроп и петрушка. Перемешиваю. Если сыр не соленый, начинку можно подсолить. Вместо адыгейского, конечно, можно использовать любой другой рассольный сыр или в крайнем случае заменить его на творог. Но только не кислый. Формирую из теста лепешечку. Просто разминаю руками и смазываю ароматным маслом. Затем выкладываю начинку. Собираю вот так вот мешочком и снова придавливаю руками, чтобы получилась вот такая лепешка. Смазываю маслом и замораживаю. А дальше самое приятное. Выезжаем к реке и жарим лепешки на гриле на небольшом огне. Это что-то невероятное. Лепешка получается хрустящая и очень ароматная. Обязательно попробуйте. Конечно, такие лепешки можно приготовить и на сковороде. Для этого предварительно их замораживать не нужно. И начинки могут быть самые разные. Еще один вид начинки. Адыгейский сыр, яичный желток и немного растопленного сливочного масла. С такой начинкой я готовлю свои любимые быстрые хачапури. Рецепт есть у меня на канале. Я ссылочку оставлю в описании. Теперь рыбная начинка. Пироги с такой начинкой получаются очень ароматными и вкусными. Филе рыбы. У меня сегодня хек. Я вымыла и просушила. Нарезаю на кусочки. Обжариваю на небольшом количестве масла. Я готовлю на растительном, но вкусно и на сливочном. Добавляю специи. Я использую приправу лимонный перец от Камис. Тут уже и соль, и черный перец, и чеснок, и лимонная цедра. Но можно, конечно, использовать любые любимые специи. Отдельно обжариваю лук до прозрачности. Смешиваю рыбу, обжаренный лук, вареные яйца и измельченный укроп. Солю по вкусу. Начинка для рыбного пирога готова. Теперь мясная начинка. На небольшом количестве растительного масла обжариваю фарш. Затем добавляю лук и морковь. Жарю еще минут семь-восемь. Солю. Снимаю с огня и даю немного остыть. К фаршу добавляю сыр, натертый на мелкой терке, и зеленый лук. С такой начинкой я готовлю и пироги, и лепешки. Это очень вкусно. Но я больше люблю пироги и пирожки с капустой. А начинку для таких пирожков готовлю за 10 минут. Капуста получается не слишком жирная, не слишком мягкая и не очень ароматная. Частенько такую капусточку подаю на ужин как самостоятельное блюдо. Готовлю на большом огне. Вначале обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю натертую на крупной терке морковь. Через 2-3 минутки в сковороду добавляю капусту. Солю. Обжариваю еще минут 5, постоянно помешивая. В конце добавляю черный перец и лавровый лист. Готово. Можно к такой капусте добавить мясо. Вот вам еще начинка. А эту начинку я приготовила случайно, когда ничего кроме лука и зелени не оказалось в холодильнике. Получилось очень необычно и вкусно. Нарезаю петрушку. Лук обжариваю на масле. Солю. И добавляю сухой базилик. Смешиваю лук и зелень. Готово. Можно завернуть такую начинку в лаваш и через 5 минут уже будет готова закусочка. Теперь грибная начинка. Готовлю в основном из шампиньона. Мелко их нарезаю и добавляю к обжареному луку. Солю и тушу, пока не выпарится жидкость. Добавляю к грибам вареные яйца, немного сметаны и черного перца. Готовлю с такой начинкой очень вкусные пирожки и рулеты. Ну и как же без картофельных начинок. Пирожки и вареники чаще всего у нас именно с картошкой. Самая простая начинка это картофельное пюре с обжаренным луком. Причем лук я довожу до золотистого цвета. Тогда пирожки и вареники получаются ароматнее и вкуснее. И сверху обязательно лучок. Вкусно! Также мы любим картофель с печенью. Печень обжариваю и измельчаю. Добавляю к картофельному пюре. И получаем вот такие вареники на пару. Или вот такие пирожки, которые я готовлю всего полчаса. Если будет интересно, пишите, я поделюсь рецептами. И еще начинки. Картофельное пюре. Плюс обжаренный с луком и морковью фарш. Плюс укроп, петрушка и зеленый лук. Очень вкусно также отваренный рис, яйцо и зелень. А теперь перейду к десертам. Чаще всего для сладких пирогов я готовлю яблочную начинку. На сливочном масле обжариваю яблоки. Добавляю сахар и пряности. Здесь в составе корица, гвоздика, имбирь и кардамон. Аромат невероятный, но можно добавить просто корицу. Через пару минут снимаю с огня. Очень вкусный получается рулет с такой начинкой. Еще одна начинка, она больше для зимних десертов. Лимон и апельсин обдаю кипятком. Нарезаю на кусочки, удаляю кости и измельчаю. Добавляю сахар и немного манной крупы. Начинка получается очень ароматная, кисло-сладкая и не вытекает из пирогов. В пост готовлю с такой начинкой разные тортики. Тоже очень вкусно. Бывает такое, что мне просто лень что-то с чем-то смешивать. Тогда я использую в качестве начинки консервированные фрукты. Просто сливаю сок, раскатываю тесто, присыпаю его крахмалом и выкладываю фрукты. Через 20 минут десерт на столе. И здесь я, наверное, пока остановлюсь. Все рецепты, как всегда, оставлю под видео. Ставьте лайк и я буду знать, что вам понравилось. Делитесь этим видео с друзьями, присылайте свои отзывы об этих рецептах. И, конечно, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Впереди еще много всего интересного.